и так здравствуйте дорогие друзья я доктор яна березовская сегодняшняя тема посвящена теме родов и у нас будет врач из москвы галина кременко акушер гинеколог с большим опытом приема родов мы поговорим о партнерских родах осложнениях родах вообще все родах что мы можем успеть поговорить течение часа нашего эфира и значит мы также но ответим на ваши вопросы ответы так уже я вижу доктор у нас присоедини присоединяется и значит сейчас подождем вы меня хорошо слышите да пожалуйста дайте знать хорошо ли вы меня слышите здравствуйте галина да добрый вечер добрый вечер я здравствуйте сейчас я немножко поправлю свой телефон я тоже поправлю хорошо видно нас так обрезали да она обрезает всегда голову да вот я вас приветствую у себя в гостях очень приятно вас видеть и тема у нас как я повторю посвящена теме родов я вам скажу честно что когда мы решали вопрос о том о чем мы будем говорить сначала была идея сравнить канаду россию дело в том что если мы начнем сравнивать канаду россию тогда получается что мы сравниваем как бы мы выбираем черное белое что не может быть в разговоре о том что такое роды и вообще потому что а мы все сделаны из одного теста то есть женщина одинаково что в канаде что в россии что везде а просто скажем ошибки и подходы друг немножко отличается и у вас тоже был ну я помню врач доктор родзинский из санкт-петербурга ныне профессор из москвы из москвы а из москвы я почему-то нашел санкт-петербурга он написал книгу акушерская агрессия что было очень смело с его стороны и много лет тому назад и он собственно говоря сравнил как отличается тактика ведения беременности и родов в россии и скажем мы путем международным протоколами или рекомендациям которые существовали что было воспринято очень очень негативно многими врачами потому что но он как бы посмел показать ошибки врачи поэтому я не хочу превращаться в доктор розинского который будет говорить что так и так мы лучше поговорим о том в принципе какими должны быть роды что должны знать женщины родов о партнерских родах мы также затронем вопрос да ну и осложнение в общем что мы успеем то мы поговорим и так значит да напомню что в гостях у меня тесту сейчас присоединился доктор галина клеменко из перинатального центра значит москвы правильно мать и дитя давайте я может представлю да 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 это перинатальный медицинский центр групп компании мать и дитя это наше старое название у нас прошел ребрендинг как сейчас модно говорить и мы теперь называемся клиническим госпиталем мдгрупп то есть вот москвичи знают нас так это большая сеть частных роддомов первых в москве и первых в россии сейчас это два роддома в москве и как бы сейчас я здесь работаю но при этом у меня стаж работы по специальности акушерства гинекологии 17 лет и из них только последние два года я работаю в частной медицине соответственно до этого я работала очень очень долго в городском здравоохранении более того я заведовала родблоком очень долго в одном из перинатальных центров московской области и в общем-то как бы о родах в системе здравоохранения российской я знаю не понаслышке атаку большому достаточно опыту да упомянутые книжки родзинского конечно все читали то это длите уже две части вышло но и я бы не сказала что они так негативно были восприняты в общем-то думающими докторами они были восприняты так первая реакция была очень негативная насколько и в принципе потом уже но дело в том что даже сравнить количество прогрессивных врачей а то что было 10 лет назад когда вышла по моему она вышла в десятом люди одиннадцатом году в одиннадцатом году сравнить даже вот как поменялось ну вообще в системе то есть сейчас много уже есть прогрессивных врачей а в том числе и москве и по многим городам россии и не только россии на постсоветской территории и я помню что 10 лет назад составить список прогрессивных врачей была проблема он был буквально на одной руке на пять пальцев одной руки можно было перечислить сейчас у нас этот список удлиняется с каждым ну как бы месяца мы добавляем по регионам потому что во первых мы уже можем читать в инстаграме но как бы видеть этих врачей раньше они не были не в инстаграме не на фейсбуке сейчас мы можем больше знать поэтому да прогресс есть это уже хорошо и даже в плане ведения родов скажем уровень смертности материнской в россии не не настолько плохой по сравнению скажем с другими поэтому мы не можем говорить что все так плохо и все вообще есть свои минусы на миду все равно значит есть определенный прогресс и давайте немножко поговорим буквально в нескольких словах о мифах которые связаны вот с подготовка бизнес именно что нужно лежать в стационарах потому что к сожалению у вас это практикуется да в канаде на стационаре но перед родами скажем то есть кто может быть в стационаре первую очередь это женщина которой есть серьезное осложнение беременности которые трудно контролировать например даже тяжелая реклампсия где будет стоять вопрос о разрешении ясно что никто не будет ее держать там неделями и так далее то есть будет стоять вопрос что мы делаем с этой беременностью прерываем или или как говорится она поддается лечению и контролю но это можно когда же сахарном диабете не контролируем лиги гистационным диабете не контролируем можно сказать EMбSomething гипертонии которая то есть любое осложнение беременности которые не контролируемые может потребовать нахождение женщины стационаре для собственно говоря решение вопроса simulate разрешаем когда да, как и, в общем, какие меры принимают. Знаю, что в России очень многих направляют на неделю, на две даже перед родами. И, конечно, мне кажется, что это минус в том плане, что растет уровень тромбообразования и тромбомболий, которые будут списаны не на беременности и роды, потому что тромбоз чаще всего уже после рода возникает, когда женщина даже не в больнице, будут списаны на какие-то другие осложнения. Как у вас в центре происходит, то есть насколько у вас часто женщины направляются в стационар до беременности, именно до родов? До родов, я поняла вопрос. Действительно, это хороший вопрос, потому что вы действительно в системе просто по обязательному медицинскому страхованию, то, что мы говорим по ОМС, очень часто сами пациентки в сроке 38-37-39 недель мы пошли на сохранение. Как бы что сохранять? Доношенная беременность. Мы что сохраняем? Гуляйте, ходите, вступайте в роды, приезжайте со схватками, как делается действительно во всем мире. У нас в центре, к счастью, это не так. У нас, на самом деле, хорошо это ограничивается финансовой стороной, потому что центр платный, в контракт на роды входит пребывание в самих родах, сколько, столько понадобится, и какое-то количество после родов пребывания. В зависимости от контракта сейчас тоже стали распространены программы так называемых домашних родов в роддоме, когда пациенты выписываются рано, пациенты выписываются прямо на следующие сутки. То есть ранняя выписка, мы же знаем, что она способствует нормализации флоры, она способствует необсеменению больничной флоры. То есть для здоровой мамы, для здорового новорожденного это абсолютно такая нормальная идея. Если это кесарево сечение, ну окей, там полежали 3-4 дня, выписались. И поэтому, чтобы у нас в стационаре лежать в до родов, для этого нужна весомая причина, потому что, на самом деле, это будет достаточно такой хороший чек. Либо это будет оплачивать страховая компания, и ей нужно тоже объяснить, да, это вот то, что она сказала, тяжелая по рекламе все. Это, допустим, беременные с двойней, да, бывают фетофитальные. Двойные, да. Селективная задержка роста там одного из плодов, когда действительно, это действительно доказанная фетоплацентарная недостаточность, когда мы действительно должны прям руку на пульсе этой беременности держать, и каждый день нам вроде в плюс, но и мы не можем домой такую пациентку отпустить, даже под хорошим кардиоманизорным домашним контролем. Это гипертония, да, окей, это гистационный какой-то диабет или диабет просто беременных, диабет на инсулин терапии, как правило, да, это когда есть признаки фетопатии. То есть это серьезная какая-то ситуация. Просто так беременные не держат. Просто так беременные у нас наблюдаются амбулаторно у того же доктора, у которого они будут вести роды. И им гораздо проще приехать на прием раз в неделю, записать КТГ, сделать доплерометрию, оценить состояние матери, плода, сдать какие-то анализы, которые тут же в течение полчаса-часа будут готовы, и оценить состояние обоих участников процесса и решить, да, что-то надо с этой беременностью делать. Если надо, тогда с вечера в стационар и индукция. Об индукции я хотела бы поговорить, потому что это больная прям тема, индукция направо и налево, это, конечно, ну прямо... Не затронем, да. Да, я просто подытоживаю, потому что тем много таких вот интересных, подытоживаю вот сказки, я просто скажу те, кто присоединился вот сейчас, и мы говорим о родах. В первую очередь, что нормальная доношенная беременность сейчас считается 37 недель, то есть 37 недель не считается недоношенной. До 37 недель показания для госпитализации могут быть разных. Мы их даже не затрагиваем, потому что, ну, есть разные сложнения беременности. Мы говорим как раз о доношенной беременности, когда женщина направляется в стационар. Значит, если это нормальная беременность, без осложнений, повода для направления в стационар просто, что будет якобы подготовка для родов, не должно быть. Значит, в стационар направляются женщины, у которых есть серьёзное осложнение беременности, и нам нужно решать вопрос, как и что мы разрешаем, то есть что мы делаем, можем ли мы ждать ещё пару дней, потому что для доношенной беременности в реальности не играет уже роли, сколько ещё донашивать. То есть ребёнок уже созрел, процент выживаемости такой же, как, скажем, при 38-39. Тут не надо играть именно в эти проценты, потому что они одинаковые. У нас стоит вопрос состояния женщины, состояния плода, как долго мы можем наблюдать. И вообще чаще всего наблюдение как раз не показано. Нужно решать вопрос, каким путём мы роды разрешаем. И поэтому это нужно запомнить, что при доношенной беременности показания сохранения, спасения, или, как мне пишут иногда женщины, у меня начинаются схватки, но у меня 37 с чем-то недель. Врач назначил Геннепрал, потому что, видите ли, нужно остановить, а потом они уже запостят. Это грубые ошибки, поэтому от этого нужно отходить. То есть понимать. У нас ещё есть один, я забыла, значит, сказать, один пунктик, когда женщина может находиться в стационаре до родов даже без осложнений. Это если она очень далеко живёт от родома. Ну, очень далеко. Скажу, у нас есть вот эти северные территории, в общем, где за 100 километров от Торонто могут быть леса, леса, леса. И, конечно же, женщине добраться 3-4 часа, например, до ближайшего роддома непросто. Поэтому это единственное исключение, когда женщина может с доношенной беременности находиться даже не в самом роддоме, может быть, какая-то амбулаторная, она может снять гостиницу рядом. Ну, ей помогают в этом. Я хочу сказать, что у нас же тоже как бы у нас роддом, в который едут, едут издалека, часто могут быть из других городов, но либо это пребывание у нас, либо это сняется квартиру или гостиницу где-то поблизости, чтобы находиться просто в транспортной доступности. У нас есть, скажем, договоры даже с гостиницами некоторыми. К нам приезжают народные, скажем, пациентки с осложнением беременности определенными, да? А рядом через дорогу гостиница. И у нас есть даже скидки. То есть договор есть, что она будет там находиться по намного меньшей цене, чем, скажем, если бы она приехала туда просто так. То есть это все, это вот тема дорогодородовой, так сказать, лежания и направления. Теперь, значит, мы немножко поговорим о партнерских. Давайте еще просто напомним людям, потому что многие не знают вот как раз фазы или стадии рода вот это, значит, первым. И когда идти в роддом, потому что тут много неразберихи. Одни бегут в роддом, как только заболело что-то, другие ждут до посреднего, пока уже ребенок уже не начинает выходить. Давайте немножко мы поговорим об этом, и потом мы поговорим о партнерских родах тоже, потому что здесь тоже много, значит, как бы мифов и слухов. Итак, значит, смотрите. Ну, давайте мы просто напомним вот коротко, да, в эфире мы не можем этому уделить в огромную лекцию. Значит, что такое роды? Роды – это совершенно физиологический процесс, который состоит из первой фазы родов, да, это фаза раскрытия шейки матки, это схватки так называемые. Потуги – это вторая фаза родов. И третий этап родов у нас – это рождение плаценты. Но не все знают, самый большой нюанс состоит в том, что как отличить предвестники, которые могут начинаться на самом деле даже за некоторое время до доношенного срока, схватки Брэксона-Гикса, так называемые тренировочные схватки их часто называют. И они могут достаточно интенсивно, как правило, особенно у первородящих пациентов, несколько дней мы можем как бы вступать в роды, но эти схватки, они не будут носить регулярности, и интенсивность их не будет нарастать. Более того, как мы обычно объясняем пациентам, эти ощущения не мешают вам заниматься своими обычными делами. То есть если вы отвлеклись, если вы сходили, приняли тёплый душ, вы решили попить чай с супругом и прогуляться с ним по лесу, вы забыли об этих ощущениях. И это не схватки. Вы схватки не пропустите. Таких женщин колоссально мало. Тех, которые могут что-то пропустить и действительно вот приехать, когда уже ребёнок начинает двигаться, если это специально задумано не было. Поэтому обязательно... Я вас перебью, я вас перебью. У меня вторые роды были совершенно безболезненными. Собственно говоря... Старые, старые. Да, первые очень болезненные. А как раз старые... Я даже не знала, что у меня раскрываются шейкоматки. И типа, когда я пришла уже в больницу, уже практически полное открытие. Ну, они спрашивают, а как вас регулярно... Я говорю, ну, что-то там немножко сдавливает, но я не чувствую той боли, как бы первое, чтобы их подготовить. Поэтому, да, мы все, ну, как бы... Ну, разные, но в то же время, правильно, первые роды чаще всего женщины не пропустят реально схватки, когда действительно, ну, есть разница, скажем, тех сокращений матки, которые бывают просто регулярные. Да. И, кстати, часто спрашивают, что если шеечная пробка отошла, это уже якобы 100% рода. Нет, шеечная пробка может отходить за несколько недель до рода. Это не значит, что роды начнутся тут же. И может отходить непосредственно уже даже в рода, когда открывается шейка матки. Да, и вот первый этап, первая фаза, как мы говорим, вот я просто как бы дополняю вас, а вы меня, да. Первая фаза, собственно говоря, мы делим на вот эту скрытую, латентную фазу, когда она еще... Да, когда схватки еще не совсем регулярные, но шейка матки потихонечку уже начинает как бы сглаживаться и открываться. И уже регулярно активные, когда уже есть открытие, для первой родящей у нас это считается 4 сантиметра. У нас также, да, точно. Да, фаза родящих 3 сантиметра, то есть и схватки уже начинают обретать определенную регулярность. И, собственно говоря, с этого момента, когда появляется регулярность или же отходят воды на любой стадии, то есть женщина должна находиться уже, ну, приехать как бы в стационар, в родзал, в родильное отделение, а уже дальше врач решает, что и как делать, то есть, в принципе, ну, вот так в Канаде принято. Я думаю, что в России абсолютно не по-другому. То же самое, но хотела еще сказать, почему мы останавливаемся на предвестниках всегда, почему в каждой лекции про роды мы об этом говорим. Потому что, как правило, девочки с первыми родами очень боятся пропустить начало и приезжают вот с какой-то вот минимальной, вот два раза кольнулась, интервала в полтора часа, все, я рожаю, бегом собрались, паника, родственники приехали. А у нее 40 недель. И они сами этим, вот этим порождают какую-то определенную акушерскую ограниченность. Спешку, да. Спешку. Они приехали, их положили. Им же не откажут, отказать же нельзя. Доношенная беременность. Хорошо, ночью помониторили КТГ. Все хорошо. И без того, чтобы утром выписать домой, вот мы, допустим, в стационаре выписываем. Мы говорим, ну, нет динамики по шейке. Срок, ну, доношенный, но ничего там такого не происходит. Вы не перенашиваете, не ушли за какие-то рамки наши. Мы отпускаем домой. Ну, как правило, что доктор предложит? Предложит, а если не предложит, а если не предупредит, может произойти амниотомия, может произойти ненужная индукция. Вот этого не хочется. То есть каскад ненужных мешательств будет запущен. Если мы, начало родов, то есть тут фальшстарт вот этот, он может быть неоднократно в первых родах. Да. Да, это хуже всего, когда никто не подождет буквально 2-3 дня иногда, что эти роды нормально начались, и начинается вызов родов, индукции и так дальше. Мы об индукции как раз поговорим, но немножечко теперь, то есть мы делаем вывод, как бы, что народы, родоводельное отделение, вы должны по-любому приезжать, когда у вас отошли воды, неважно там в каком количестве, но вы подозрите, что вода отходит обязательно. Второе, значит, когда у вас начинается более-менее регулярная родовая деятельность, то есть схватки становятся регулярными, вы не можете увидеть открытие шейки матки сами, и не надо туда упихивать. И пальцы проверять, упаси Боже, вы повышаете уровень инфицирования своего ребенка же и матки, поэтому не надо этого проверять. Если есть сомнения, позвоните врачу, в крайнем случае можете приехать на приемный покой или куда-то на приемное отделение, но, пожалуйста, если вам скажут, что вы не готовы, что расслабьтесь, съезжайте домой, не спешите, не накручивайте, что вот срочно нужно разрешать, потому что это вполне нормальная тактика, которая даже в Канаде, в Америке, вполне нормальная тактика. Когда моя дочь тоже рожала, ей тоже, Аня приехала чуть раньше, вот, со вторым ребенком, и просто сказали, немножечко прогуляйтесь, и она мне написала, не спеши, мама, не переживай, мне сказали, не будут прогуляться, мы пошли там кофе выпили до сюда, потом сказали в таком-то часу прийти, и все, и тут же приняли, и она начала как бы рожать. То есть я имею в виду, это вполне нормальное явление. Теперь поговорим немножечко о партнерских родах, и потом затронем уже тему всем болезненной, вот этой индукции, этой агрессии, когда нужно срочно что-то. Многие не знают, что я, например, так услышала, что в России разрешено на родах партнерских быть двум людям, да, то есть по закону или одному человеку. Мне кажется, что двоим можно присутствовать. Поскольку у нас, нет, двоим можно присутствовать в московских роддомах, но поскольку у нас роддом платный, то у нас как бы мы собираем команду народа в том составе, в котором мама хочет. Как правило, это партнер, как правило, либо это может быть партнер, либо это может быть мама, либо это может быть подруга, либо это может быть мама и партнер. Так у меня тоже было на родах. как мама, плюс она может взять с собой поддержку, собственно, личную акушерку, которая сертифицирована в этом роддоме, и часто это зачастую, это может быть еще доула, например, или психология. Да, доула, да, у нас тоже, да, партнерские роды у нас как бы считается, это кто-то, кто сопровождает из родней или подружки, семей, да. А доула, само собой, могут быть отдельно, или, скажем, есть не только доулы, там есть еще какие-то специальности, которые могут присутствовать, например, аромотерапия в родах, там еще что-то, что не делает официальная медицина, оно разрешается как бы, ну, присутствовать. И, кстати, интересный момент, что я знаю, что сейчас Россия начала быть популярным, то есть тоже вводится личный план родов, это когда женщина пишет все пожелания, в Канаде это делает, в Европе это делает, и, собственно, это не говорит, что 100% люди получат то, что хотят, я имею в виду, что врачи, врачи, обычно прислушиваются к пожеланиям женщины, и если написано, что она хочет, чтобы ладоулы там, или что она хочет сама перерезать пуповину, или чтобы муж перерезал пуповину, это все может учитываться. Но не нужно бояться писать вот такие списки и приносить врачу заранее, конечно, а не просто так бухты-барахты, но если не получается даже заранее, не бойтесь обговаривать моменты в ходе родов, то есть что бы вы хотели, то есть это вполне нормально. И вот партнерских родов. Я не знаю, как в России, честно вам скажу, но в Канаде ничего не требуется, партнер абсолютно любого, то есть может человек с улицы зайти, просто вымыть там руки, и у нас даже масок, но сейчас другой режим, но у нас даже маски нету. Да, сейчас все по-другому, да. Ну, я имею в виду, что раньше у нас даже маски не одевались, потому что мы могли зайти прямо вот так в одежде, с улицы, и это разрешалось, то есть не было никаких до карантина, вот это все было разрешалось. То есть я не знаю, как будет после карантина, будут какие-то условия, но, например, никто из партнеров флюорографию не сдавал, какие-то бакпосевы, этого никогда не было ни в США, ни в Канаде, ни в Европе, никогда, за всю историю акушерства. Как все-таки обстоят дела, скажем, в вашем центре в отношении партнеров? Есть какая-то подготовка этих партнеров, что они должны представить заранее? Ну, на самом деле все-таки мы, конечно, очень лояльны, и мы очень много практиковались, да, в Америке, кто-то ездил в Америку из врачей, кто-то, я была в Голландии, я была еще в европейских странах, мы, конечно, это все видим, но, тем не менее, в нашем центре партнер переодевается в стерильно-хирургический одноразовый костюм. Это раз. И все-таки мы говорим о том, что желательно представить данные флюорографии. Конечно, в момент приезда в родах, как бы, никто этого партнера без флюорографии не завернет. Но сейчас обстановка совершенно другая, сейчас понятно, что все приходят в респираторах, мы сохранили партнерские роды на период эпидемии, но партнер должен предоставить справку в течение двух недель об обследовании на COVID-19. То есть насколько это, как бы, ну, вот это наше такое, как бы, измерение температуры, осмотр терапевта и COVID. Да, я, да, потому, ну, в Канаде продолжается, как бы, партнерские роды, но только один человек разрешается. И тоже дают сейчас стерильно это все переодеваться, ну, как бы, не то, что пресс-халаты, да, и маски. Единственное, что с учетом даже того, что меняется правило, все, я просто рекомендую всем женщинам, которые предстоит, бери эти роды в течение буквально двух-трех недель, да, обязательно позвоните в роддом, где будете рожать, и уточните правила, ну, скажем, именно присутствия партнера, да, то есть что требуется от партнера, или может быть, потому что я знаю, многие роддомы закрыли присутствие. Нет, сейчас, вот сейчас в Москве, я не знаю, как в России, но я думаю, что и в России в целом сейчас партнерские роды закрыты. Закрыты, да, мне пишут многие, что закрыты, да, поэтому... Только мы оставили в Москве. Да, ну, можно... Только мы ночи вот эти правила. Да, то есть нужно все-таки позвонить, чтобы потом не быть разочарованы, не создавать скандалы, позвоните, пожалуйста, в то лечебное учреждение, где вы будете рожать, и уточните, значит, ну, вот эти все нюансы, условия присутствия партнера, если такое существует. Нет, так значит, нет. К сожалению, ну, это условия сейчас не самые лучшие, и я знаю, у нас потихоньку карантин завершается, у нас уже с вчерашнего дня открыли магазины, парки, заповедники, начинают открываться бизнеса. Малые бизнесы еще пока что закрыты, но я думаю, до конца недели, и я думаю, что мы тоже уже полностью... То есть поэтапный переход на нормальную жизнь. Ну, я думаю, что в России тоже, может, месяц-два... Я думаю, что мы отстаем примерно на месяц, это честно. Ну, примерно, да. Примерно месяц между нами. Да, ну, в общем, да. Чуть-чуть наберитесь терпения еще, да, тяжело, да, сейчас в наши планы это все вмешалось, но как бы что делать? Такая сейчас ситуация. Ничего не делаешь, да. Да. Теперь мы поговорим немножечко об индукции, вот вызов родов, и есть две путаницы, и часто вот меня тоже, когда задают вопросы, я просто хочу всем уточнить, и я знаю, что доктор меня поддержит, что есть два разных понятия. Есть понятие вызова родов, это индукция, и есть понятие стимуляции родов, это когда роды начались, но они идут по тому сценарию, который бы мы хотели, и мы делаем вот стимуляцию, или аугментацию еще называется, ну, такое слово, ну, не совсем запомнишь, да, но поэтому стимуляция, индукция – это два совершенно разных понятия, два разных подхода, и поэтому нужно понимать, что если нет родовой деятельности, и когда мы приводим к тому, что появляются схватки, это вызов рода или индукция рода. И, к сожалению, индукции злоупотребляют, очень злоупотребляют. К сожалению, да. Потому что я даже помню, когда я проходила стажировку, и в роддомах потом еще работала, знаете, всегда была спешка. Во-первых, борьба со сменами, как спихнуть неугодную роженицу, или наоборот, как ее быстрее разродить, чтобы другим она не попалась. Чтобы успеть, да. Да, то есть всегда была какая-то не совсем здоровая атмосфера в отношении вот этих, так сказать, ну, отсюда возникла, наверное, акушерская агрессия, что очень часто врачи делают то, что не должны делать. Это, кстати, как бы есть во всех странах мира. Если разобраться, отсюда есть определенные проблемы. До сих пор, например, вот самая простая индукция рода, как бы говорит, то, с чем мы боремся и не можем, говорится, избавить весь мир от этого. Это ручные осмотры перед, ну, в кабинете врача-акушерогинеколога, где ковыряют шейки матки, называется вот эта отслойка этих плодных оболочек. И говорит женщина, у меня так болело, что я на стенку лезла. А потом кровила. Кровила, а потом через сутки у меня вдруг началась родовая деятельность. Или что хуже, это шлеводы. Шлеводы, потому что их могли повредить, да. Потому что все вот эти манипуляции в прошлом, когда не было окситоцина, когда не было, это еще идет из старины, и то практически тогда мало кто это делал. Это уже где-то начали делать, я думаю, с 50-х, 60-х годов. Это называется индукция рода, то есть вызов рода механический. То есть мы стараемся отслоить вот эти прилегающие оболочечки к внутреннему музею, расширить канал шейки матки и фактически ускорить запуск родов. То есть сейчас в этом мире от этого отходят. То есть, скажем, канадиша редко смотрят на кресли, что там это, скорее всего, или старая школа, или это врачи, которые не следуют рекомендации, в том плане, что нельзя этого делать, потому что может иметь много негативных последствий. Но это делается, скажем, в поликлиниках, а не в самом роддоме. В роддоме, ну разве что приехала, схваток нет, могли тоже это сделать. В роддоме чаще всего то, что как рано Скоревью как раз уже показало, что это имеет много сложений, скрывают плодный пузырь до наступления родовой деятельности. Ну да, так называемая амниотомия, которая с целью стимуляции, да, амниотомия проводится. Когда-то это был один из методов вызова родов. Да, в 70-80-х. Я помню, мы тоже это учили, что один из методов. Оказалось, имеет много, высокий уровень потом этих оперативно мешающих, кестров сечений. Поэтому, в принципе, во всем мире от этого тоже уже отошли. Но, к сожалению, не все врачи и далеко не все женщины знают, что это не самый лучший метод индукции родов. Меня часто спрашивают, какие лучшие методы. То есть, что в России чаще всего используется именно для вызова родов в плане медикаментов, или же, может, какие-то губки там, ламинарии, может, еще что-то. То есть, что сейчас самые, ну, тренды, что ли, можно так сказать. Посмотрите, если говорить все-таки об индукции родов, да, по показаниям, когда действительно есть какое-то, вот мы, наверное, их сейчас проговорим, какие могут быть вообще показания к индукции родов. Это, прежде всего, при эклампсии, неконтролируемая при эклампсии. Не надо тоже путать с тем, потому что я всегда очень борюсь с этой индукцией родов. Она ведь нужна, на самом деле, вот в единичных случаях. В единичных, это правда. Абсолютно. То есть, не надо путать, если у пациентки какие-то невыраженные отеки, и один раз поднялось давление до 130, может, она просто понервничала, может быть, это у нее синдром белого халата, и ее быстро, оп, схватили, о, все, все, индукция, потому что, о, про эклампсии, написали все. Это же не то, мы не об этом говорим. Мы говорим о реально выраженной протеинурии, то есть белок в моче, реальные цифры, реально держится давление, которое мы не купируем препаратами. То есть, мы видим, мы видим по фетометрии, что ребенок уже плохо растет. То есть, это тоже признак про эклампсии, да, когда у нас идет задержка роста плода. В эту беременность надо вмешиваться, никто с этим спорить не будет. Какие еще могут быть, какие показания? Ну, реально перенашивание. У меня был вопрос, в каком сроке в Канаде проводят? Какой срок все-таки является, вот это стандартный вопрос у всех девочек, когда, до какого срока мне ходить безопасно? Потому что, ну, в России очень это все размазано, в плане, это зависит от тактики конкретного учреждения, потому что везде протоколы прописаны. Да, да, да. Это зависит не только от тактики учреждения, но и врача. Потому что у нас, например, 42 недели, это считается как бы все равно, это не переношено до 42 недель, да? Да. Но я вот, сколько я смотрю, как у нас, и тут еще срабатывает где-то такой механизм личный каждого врача, который немножечко боится получить крупный плод, потому что с крупным плодом намного хуже вести потом, ну, эти роды, да? И поэтому, чтобы говорить, ребенок не перерос, плюс есть определенные свои осложнения. Хотя почему, ну, выбрали как бы в международных вот этих протоколах 42 недели? Ну, сравнивали ведь проценты плохого и неплохого. Конечно, исходом, конечно. Исходом, да. Но, собственно говоря, тут еще один нюанс, потому что если женщина донашивает до 40, недель, у нас она должна проходить доплерометрию и ходить врачи каждые три дня. Это не каждому, даже если это государственная медицина, ну, ездакаться туда-сюда, чтобы проходить, значит, эту доплерометрию с УЗИ, чтобы, ну, это не каждому, как говорится, ну, у каждого получается. Специально ложить ее на две недели в стационар, чтобы делать три дня УЗИ, ну, этого никто делать не будет. И тут, конечно же, начинают немножечко врачи давить на психику, что вот мы ждем до 40-ка одной недели, если не будет, ну, может, может, мы все-таки поговорим о запуске рода, то есть об индукции рода. К сожалению, это практикуется даже в Канаде, несмотря на то, что есть четкие протоколы, что можно подождать до 42-х недель, но, ну, каждый себя перестраховывает, что ли, поэтому очень трудно выбрать. Есть у нас, как сошли, двойная одна родилась, 43 недели нормальные здоровые дети, что для многоплодной беременности это вообще редкость заносит. Конечно, конечно. До такого срока, до 43. И вот как раз один важный момент о переношенной беременности. Очень часто, самая большая, это, кстати, тоже проблема в Канаде, это неправильный срок беременности. Да. То есть неправильный, особенно когда вот ставят по менструальному циклу, который больше... Который нерегулярный. Нерегулярный. Или он больше, например, 28 дней. Но есть худенькие женщины по 30-35 дней. Когда мы начинаем вычислять, оказывается, что это не так называемая поздняя овуляция. Это нормальная овуляция, потому что она всегда позже, да? И, собственно говоря, такие женщины, у них всегда как бы срок получается дольше, чем есть. И не всегда, ну как, мы стараемся ставить срок только по раннему УЗИ. То есть это первые три месяца, да. 8, 9, 11 недель, да? Но проблема в том, что я слышала, как нередко женщина носит беременности. Вот мне тоже из России, там пишут из Украины. Носят там 30 недель, и вдруг врач меняет сроки, говорят, что у вас... Это неправильно. Мы не можем менять сроки беременности в конце. То есть или вообще у нас мы ориентируемся или по месячным, если там 28-30 дней, или по УЗИ первого триместра. Есть комбинированные эти формулы, которые можно вычислять. Но мы не меняем сроки потом, потому что там плод чуть меньше или чуть больше. Потому что потом мы как раз столкнемся, я где-то читала, что по те 60% случаев переношенной березы, это неправильно выставленный срок. Да, согласна полностью. Да, поэтому мы и не спешим с родоразрешением. Если мы видим нормальные размеры плода, нормальное состояние женщины, нормальное состояние плода, то есть все хорошо. Тут нет спешки, вот срочно надо разрешить, потому что, ну, как бы, выхода нет. Как, в принципе, обстоят дела в России в плане вот как раз переношенной? Какая тактика здесь? Ну, посмотрите, сейчас в последнее время мы, конечно, абсолютно тоже пришли к тому, что физиологическая беременность длится от 37 до 42 недель. Это, в общем-то, написано в любом учебнике, акушевство и гинекологии. Но почему-то на практике действительно очень все зависит от врача. После 40 недель, вот у меня, допустим, постоянно приходят на консультации пациенты, которым врач сказал, уже 40 недель и один день. Зачем вам перенашивать? Что вы так боитесь этих программированных родов? Зачем вам переношенный ребенок? Он же будет крупнее. Вот по поводу тоже крупного плода. А у меня такой вопрос. Если он 3 800 в 40 недель и потом вдруг станет 4 килограмма в 41, и прекрасно она вступит в свои собственные роды с хорошими схватками, с открытием, неужели роды, индуцированные на 3 800, будут очень глобально отличаться? У него что, размеры головы колоссально вырастут? То, что нам важно, косты размеры. А то, что он станет чуть-чуть потолще, чуть-чуть больше щечки, где-то ручки, попа. Ну, простите, но как влияет на роды? Вот так практикующая кушарь и непонятно. Не влияет, конечно же. Крупный ребенок оптимально, чтобы сам начал рождаться, потому что тогда это будет хорошая родовая деятельность, это будет меньше процент слабости, меньше процент осложнений, и большая вероятность того, что эти роды закончатся естественным путем, а не с нашей помощью в операционной. Мы, конечно, умеем все помогать. Да, я просто хочу тоже сказать, что, к сожалению, до сих пор мы не знаем точного механизма родов. То есть, что запускают. Теорий очень много, попыток повлиять очень много, но мы не знаем. Это тайна природы, куда мы еще не влезли. И в этом как раз, с одной стороны, как бы минус, потому что, не знаю, механизма каждый спекулирует. И вот я бог, я... Вот почему природа не запускает роды? Значит, природа не готова. То есть, есть определенные условия, которых мы не понимаем. То ли там гормоны не достигли определенных пропорций, то ли еще что-то, то ли не сработали там все рецепторы так, как нужно. Это все изучается. У нас есть много гипотез, но ни одна гипотеза себя 100% не подтверждает. И вот тут как раз самый большой минус, что если женщина не готова к родам, и у нее нет никаких показаний, абсолютно никаких показаний, ну, со стороны здоровья ребенка или матери обоих. Вызывать эти роды. Лезь туда со своими этими... Зачем тебя носить? Ты уже носила, ты потом раскормишь бегемота, будешь рожать, еще что-то. Это все, ну, как бы не является... Это псевдонаучные, так сказать. Да, это ненаучно, да. Это ненаучно, и даже это далеко от доказательной медицины, и вообще далеко от естественных родов и прочего. Ведь в прошлом никто эти роды как таковые не вызывал. Тем не менее, женщины рожали по 8-12 детей. Да, смертность была большая, но это было немножко другое. Это было как раз из-за осложнений беременности, осложнений рода. Это была другая как бы сфера. Поэтому если нормальная березь, если нормальный, так сказать, вот уже конец, желательно все-таки... Ну, во-первых, что? Оценивать ситуацию вместе с врачом. То есть, если врач что-то говорит, задавайте ему вопросы. А вот какие показания? Вот какие мне показания вызывать? Объясните мне, пожалуйста. Все вот эти мифы. Ну, естественно, женщина не врач. Тут нужен уровень самообразования, потому что, ну, как-то трудно. И плюс, когда женщина боится, когда она переживает, когда ее уже тяжело носить, естественно, она воспринимает любую информацию, как бы... И очень легко. Она переживает за ребенка, очень легко надавится на психику и сказать, вы рискуете ребенком, вы понимаете, что все, это все это закралось. Очень тяжело противостоять. Поэтому очень важно, я всегда говорю, выбрать врача, которому вы все-таки доверяете и которого вы будете... Который вам покажет, что у нас есть такой путь, такой путь, такой. И почему? И вы сядете вместе, обсудите все это. И очень важный момент, значит, вот смотрите, я столкнулась с тем, что мне пишут женщины, что даже если не попадают в стационар, или это родовая деятельность, ну, скажем, только началась, она не совсем регулярная. У вас очень часто назначают вот эти токолитики, которые не должны применяться, тот же гинепралкап или сульфат магния. И женщина говорит, мы остановим вашу родовую деятельность, а потом ее запустим, будем вызывать. Вот как врач, который имеет огромнейший опыт, я бы хотела, чтобы вы сказали, что это, ну, я считаю, что так не должно быть, ну, такая тактика практически, злоупотреблять всем этим. То есть все-таки бывают моменты, я согласна, когда роды нужно как бы, ну, приглушить, что ли, да, женщине отдохнуть. Потому что, скажем, это не роды как таковы, это не активная фаза. Это патологический прелиминарный период. Вот есть такое понятие, но им злоупотребляют опять же. И, собственно, да, им злоупотребляют, поэтому говорю, да. И поэтому тут важно понимать, что если схватки нарастают, регулярность улучшается, даже если там воды не отошли, мы не глушим эту родовую деятельность, чтобы потом заново, видите, или запустить, потому что я так сказал, что вот если мы ее заглушим, потом, значит, через пару часов мы вам запустим, у вас ответ на реакцию будет намного лучше. Обычно намного хуже. Да, не будет. Вот. Поэтому... Эти препараты все используются до 34 недель. Тогда, когда есть реальные риски, когда нужно созревать, когда нужно время на профилактику респираторного дистресса с синдромом ХЛОДА. То есть ребенок не готов. Дальше как бы это все не имеет никакой научной базы. Совершенно верно. То есть мы не назначаем таколетики, вот те препараты, которые рекупируют, мы говорим, родовую деятельность после 34 недель. То есть не надо тут спасать уже беременность. Даже если роды возникают после 34 недель, это не просто так. И нужно тут понимать, что иногда проще получить этого ребенка и оказать ему необходимую помощь, чем доиграться до гибели ребенка, потому что, ну давайте еще 2-2 недели подержим, ну давайте еще будем бороться, давайте еще введем кучу каких-то и приведем к отеку легких у беременной женщины, потому что сульфатом магния злоупотребляют, и никто даже не контролирует водно-солевой обмен. И сколько у меня женщин говорило, что после сульфатом магния у них был отек легкий, они еле выжили. И врачи не объясняют, что это было из-за злоупотребления. К сожалению, это случается, поэтому тут нужно быть очень осторожным в плане введения, значит, ну как бы вызова и индукции. И возвращаясь к вопросу о индукции. Да, да, да. Вот что сейчас в России применяется именно в плане индукции? Какие группы препаратов, скажем, самые популярные, или те, которые оправдывают себя, ну скажем, с точки зрения безопасности? Потому что я знаю, что тоже меняются как бы взгляды и... Ну, фактически сейчас есть три группы препаратов, да. Это механическое расширение. Самый максимальный сейчас метод это использование катетера фолеи. Мы его используем широко достаточно, но в тех случаях, когда это нужно. Либо это идут делопан или ламинарии, то есть механизм один, один принцип с катетером фолеи. Ну вот сейчас фолей как-то вышел на первый план, потому что считается немедикаментозное чисто механическое расширение, да, и мы вызываем вот в ответ родовую деятельность. Это препарат антипрогистин, это мифопрестон тот же самый, который используется, но вот мы меньше его любим в стационаре, мы видим большее количество осложнений от него. Да, мифопрестон не запрещен в России, насколько я знаю, да, для вызова родов? Нет, 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 не запрещен. В Канаде... К сожалению, его запретили именно для вызова родовой деятельности, его использовали только для вызова спорта. Он есть во всех протоколах, он есть, это на усмотрение доктора, как бы лечащего по состоянию шейки, и, соответственно, при зрелой шейке матки, да, при высокой оценке по шкале Бишопа, мы используем припедилгель. То есть это уже не совсем как бы подготовка, это уже фактически, но это индукция. Да, это индукция. Дальше. Мы говорили, что есть разница между индукцией и стимуляцией. Вот стимуляция, собственно говоря, применяется, когда родовая деятельность идёт медленно, то есть не в том графике, как она должна идти, поэтому нам нужно... Или когда нам нужно ускорить, потому что появились какие-то там моменты, ну, негативные моменты со стороны ребёнка или матери, но, скажем, кесарь сечея не показана или ещё что-то. То есть нюансы мы не будем сейчас эти все объяснять. Да, это очень долго. Причём каждый раз это действительно оценка сценария, индивидуальная оценка каждого сценария. Так вот, в плане как раз стимуляции, как мы говорим, родом, когда уже родовая деятельность есть, что сейчас отдают подпочтение как бы у вас? Ну, у нас до сих пор вполне используют окситоцин. Ну, я не говорю, что только окситоцин. Ну, и у нас тоже. Окситоцин не вышел из моды. И не вышел. Знаете, почему я вам сразу объясню, как бы всем, кто нас слушает, окситоцин легко контролировать. Это капли, которые в любую минуту ты забрал, и он уже не капает туда. То есть мы можем, если мы видим, что примерно активные схватки, очень болезненные, значит, в принципе, мы можем в любую минуту такой стимуляции... Прекрасить введение. Да. В отличие, скажем, от гелей каких-то там во влагалище, которые не вычистишь оттуда, вот, или других видов. Поэтому, в принципе, есть тоже несколько видов стимуляции родов. Оценивается это все, конечно же, индивидуально. Да? Вот. А в плане, ну, в плане, скажем, обезбольных родов я не буду, потому что, ну, в принципе, они всегда одинаковые, эти виды обезболивания, от закиси азота старой, который тоже используют, до эпидуральной анестезии. И, то есть, ну, это тем, мне кажется, хорошо раскрыто всюду, и мы не будем, как бы, сейчас на этом зацикливаться. Ну, фактически, да, но можно было бы остановиться, наверное, на немедикаментозных способах обезболивания родов, потому что сейчас, вот, допустим, не знаю, как в Канаде, но в России все более и более становится все-таки популярно. Это набирает обороты. Это проект домашних родов в роддоме. Ничего общего к домашним родам не имеет. Это роддом, это хороший перинатальный центр, это третий уровень, это реанимация, и все под боком. Но при этом это ванна вместо обезболивающего, это массаж, это какая-то ароматерапия. То есть, это вот создание условий, приближенных к естественной. На самом деле, такие роды идут хорошо при достаточной подготовке пациентки и, естественно, ее желания. И как только она потеряла интерес к этим родам, она может воспользоваться благами 21 века, цивилизации и сделать федуральную анестезию. То есть, это как бы одно другому не противоречит. Мы поражали латентную фазу в ванной, вылезли, сделали эпидуральную на 6 сантиметрах. Никто нам не мешает, если что-то пошло не так. Да, совершенно верно. Сейчас более благоприятно относится к таким нетрадиционным даже методам. И я, когда мне, наверное, спрашивают, а что, ну, типа, это же альтернативные, официальная медицина, акушерство не отказывается от альтернативных методов. Даже дыхательные упражнения, они не улучшают исход беременности, но они отвлекают женщину. То есть, если женщина может дышать и контролировать себя, многие забывают о всяких упражнениях. Многие, как приходят, все вот эти школы, учебы. Но есть такие, которые действительно, говорят, мне помогло, я там правильно дышала. Это отвлекающие моменты, они помогают. Массаж, например, там, ягодицы, крылья, вот эти, воздушные крылья, то есть бедер, да, он отвлекает, и это помогает. То есть, некоторые вот эти джакузи принимают, вплоть до поток, можно сидеть в этих джакузи. А некоторые там ароматы... Можно туда и родить еще, не обязательно до поток, можно и родить. Да, ну, нас пока что не принимают, у нас... Да? Ну, в Канаде, в АДИ это не считается официально, у нас только, ну, как бы это все в домашних условиях или кушерке где-то принимают, а в больницах до поток, и дальше она должна все-таки выйти из, ну, бояться многих осложнений, которые, к сожалению, все еще существуют при таких... Существуют, безусловно. Да, поэтому большинство, ну, бригады обычно у нас... Да, кстати, там был вопрос, я помню, как, сколько принимают. Если женщина рожает у нас в больнице, обычной больнице, есть одна или две бригады, туда входит кушерка, врач-гинеколог, неанатолог, который придет, значит, потом, и анестезиолог. И, собственно говоря, вот это основная бригада, которая будет принимать роды в течение 12 часов. А в маленьких больницах там немножко по-другому. Также народы у нас могут приходить, приглашенные кушерки, семейные врачи, другие кушеря-гинекологи работать вместе с бригадой, то есть им может надаться первоочередный как бы, но опять же, это все под контролем, потому что когда женщина находится в лечебном учреждении, ответственность ведет, ответственность несет именно та бригада, которая на дежурстве, в первую очередь. То есть все остальные гости, которые приходят, даже врач на приеме, они хоть и имеют возможность вести эти роды, но в случае каких-то осложнений или прочего вступает в действие работа именно бригады, потому что это как бы, ну, такой порядок, не знаю, как у вас, но в принципе, я понимаю, лечебное учреждение несет ответственность за безопасность роженицы и ребенка, поэтому оно не может вести, нести ответственность за человека, который не полностью принадлежит к больнице, например, как, ну, став мы говорим, как человек, который там работает, а является приглашенным, поэтому такие вот нюансы. Я не знаю, у вас могут приходить народы, другие, скажем, акушерики, гинекологи или семейные врачи или акушерки? у нас в центре как бы так это устроено, что мы же сами там и дежурим, и мы же сами выезжаем на роды своих пациентов, поэтому в любом случае врач, который приехал на роды, это врач, как правило, который вел эту беременность там в нашем же центре, приехал на роды, и существует та бригада ответственный дежурный врач, второй врач, может быть, третий врач. Ответственный дежурный врач контролирует и полностью внесет ответственность за все роды, которые произошли на его дежурстве, и, как правило, даже если я приезжаю и сегодня не мое дежурство, я не ответственный врач, я буду, ну, хотя бы в какой-то форме минимальной буду эту ситуацию докладывать. Если возникнет осложнение, конечно же, это будет уже коллективная работа, это, да, но посторонние врачи не приходят. Акушерки, да, акушерки из проекта домашнего акушерства, они могут быть зарегистрированы, иметь медицинские книжки в нескольких родильных домах на сертификацию, и они могут приезжать к нам на роды, да, но акушерка в России не несет юридической ответственности, сразу это можно обозначить за роды, за роды, всегда юридическая ответственность несет врач-акушер-гинеколог. В Канаде то же самое, то есть все-таки акушеры у нас больше имеют свободы, акушерки именно, ну, они как бы независимы, и это и плюс, и минус, потому что, как бы, это связывает руки врачу и развязывает акушерки, когда не всегда нужно, чтобы так было. Но, тем не менее, да, в родильном учреждении всегда ведет тот врач, который на дежурстве, как бы там ни было, это совершенно верно. Вот у нас есть масса вопросов, я, к сожалению, не знаю, который еще сейчас, потому что телефон у меня, только весь экран, если кто-то может... У нас осталось 7 минут с вами. О, да, значит, мы ответим, вопросов масса, масса, и, в принципе, если у вас есть вопросы, в связи с доктором Галиной, вы также можете почитать у меня, там есть вебинары, есть книжка, есть масса информации о родах, да, но мы ответим буквально на пару вопросов. Вот интересный вопрос, во сколько недель норма родить дедедвойню, то есть, когда есть... Я объясню людям, что есть монохорионические с одной плацентой и есть с двумя плацентами, что мы называем гихронические, и, собственно говоря, такие двойни, это двойни, фактически, они донашиваются до большего срока, чем монохорионические и не всегда требуют кестровое освещение. А во сколько у вас, как бы, чаще всего, ну, рожают именно такие виды двои? Ну, как правило, двойни дихориальные, диамниотические, то есть, две плаценты, два плацента, это самый такой благоприятный вариант, особенно, когда детки лежат оба в головном, как правило, 38-39 недель. Да, да, все остальные, да. Монохорионические обычно 36-37 недель чаще всего, и там много опасностей. У нас был случай после ТТС-синдрома, ну, лечили лазером, то есть, делали операцию, 43 недели, это было просто потрясающе. Таких, кстати, случаев после 40 было еще пару, там, в целом, на 750 случаев, которые у нас были, я думаю, человек 5 родило после 40 недель. Это невероятно, но... Ну, это, конечно, да, прям так сильно. Да, да, это очень. Вопрос. Расскажите про необходимость клизмы до начала рода, насколько она нужна. У нас нигде, никогда не делать никакой клизмы. В России я не знаю, как. У нас сейчас по протоколу клизма не является обязательным, но многие сами пациенты приезжают и просят. То есть, это вот как-то еще вот сидит в головах. То есть, на самом деле, она ни для чего не нужна, но если пациентка будет просить сделать юридизм в приемном отделении, ей сделают. У нас тоже самое с бритьем. Да, с бритьем я хотела сказать. Дело в том, что иногда, когда спешат вот это побрить, это может вызвать мелкие, ну, порезы, травмы, повысить инфекцирование. Поэтому для врачей в реальности неважно, какая у вас там растительность. И поскольку даже у нас очень много людей из разных стран мира, где нет вот этой шизы насчет волос на ногах и там, очень многие культуры этого даже, ну, как бы, ну, принимают это нормально, когда там все растет. Поэтому у нас рожают женщины, какие хочешь. Врач не имеет права даже заикнуться вам словом, что вам нужно сбрить и что-то плохо, что вы выглядите неэстетично. Это не должно быть в практике врача. То есть, любая женщина в любом виде это всего лишь пациент, которого врач обязан уважать. Правда же? Да, конечно, безусловно. Пошли. Поехали дальше. Нам пишут, что клизмы делают и без спроса. Ну, как можно делать без спроса, если я слабо представляю? Потому что оказалось, что клизма может привести, во-первых, она может привести к микротравме ануса, то есть, когда делают. Во-вторых, оказалось, что вот этот разведенный водой кал намного хуже. Жуткий. Жуткий. И, мало того, он может быстрее инфицировать, если он попадает на раны, потому что он уже, то есть, если кал сформирован, он выходит. Кстати, я хочу сказать женщине, что не бойтесь, если вы мочитесь или у вас происходит дефекация во время рода. Это нормально для нас. Это естественно. Даже не обращаем внимания. Это хорошо, нормально, не переживайте, если вам, это все выходит. Так что, не надо чувствовать себя как бы, ну, как-то униженной тем, что это случилось. Это физиологический процесс. Так, два супер-врача в одном эфире. Спасибо большое. Спасибо. Мы говорим о самом важном и не о воде, а действительно очень важно. Об анестезии педуральной мы не будем пока что говорить, это много информации тоже есть. Да. Что важно знать беременной женщине перед родами? Это сложный вопрос, да? Это вопрос такой, он такой философский. Вот мы попробовали затронуть тему, нам важно знать, когда выезжать. Мы сказали про воду, мы сказали про схватки, как ключи схватки от предвестников. Ну, важно знать все-таки, наверное, чуть-чуть, из-за чего мы обсуждали роды. Срок беременности точный. Важно знать, когда родов, ну, хотя бы понять, вот, и, ну, как бы, хотя бы вот эти элементарные, что мы послушайте наш эфир, который мы постараемся сохранить, и мы фактически тогда, ну, а остальное вы найдете, много-много публикаций на эту тему есть, да? Нужно бы прокалывать пузырь до потуха. Вот у нас хороший вопрос. Это такой всегда тоже камень председания. Почему-то считается, что акушер-гинеколог в течение родов старается быстрее, быстрее вскрыть этот пузырь. Нет, пузырь прокалывать не нужно. Он, как правило, сам скрывается. Сам скрывается. Как в большинстве. За исключением, да, за исключением, когда у нас появляется вот так называемый плоский плодный пузырь, то есть он перестает играть роль вот этого клина, и немножко затормаживается родовая деятельность. В таких случаях мы можем скрыть, но, опять же, мы не скрываем до начала родовая деятельность, и когда шейка матки не открыта, то есть открытие должно быть первородящих хотя бы 4 сантиметра. Если нет открытия, мы... Хотя бы. Я же говорю, хотя бы 4 сантиметра. Если такого открытия нет, и, скажем, то не надо гнать, сразу же вскрывать, потому что это приводит к негативным потом посредствиям, и это может быть хуже, да? Так. Сейчас мы уже заканчиваем, у нас уже подходит время. Да, у нас уже осталась с вами одна минута, и, наверное, хочется просто... Значит, да, я еще раз хочу поблагодарить нашего гостя, доктора Галины Клименко из Москвы, с перинатального центра. Вы информацию о ней... Мы дадим ссылочку. Вы уже видели ссылочку в моем профиле. Спасибо за такой познавательный, интересный разговор. Я думаю, что он будет очень полезным для многих, кто готовится к родам. И если вам будет интересно, мы с Галиной встретимся еще не один раз и обсудим многие другие нюансы, потому что на тему родового кушерства можно говорить часами, стутками, вечером. И мы никогда не станем на эту тему говорить. Спасибо огромное за приглашение в эфир, потому что сейчас у нас кончится время. Я бы очень хотела поблагодарить Жене Леониду Петровну за приглашение. Это очень интересно. Вы для меня как бы такой пример доктора, который начал посвятительскую деятельность очень давно в своем блоге. Так что спасибо. Буду рада еще приглашениям. Надеюсь, мы не прощаемся. Я очень рада, что появляются врачи, как вы, прогрессивные врачи, к которым можно легко просто обсуждать такие важные темы, которые не говорят, а вот мы делаем так, потому что вот так мы делали 90 лет тому назад. 200 лет тому назад. Все течет, все меняется. Прекрасно, что есть люди, которые понимают, что все течет, все меняется, даже наше представление о родах, о введениях родов. И на подкресенье просто скажу, что беременность – это не болезнь. Да, не роды, это физиология. Физиологический процесс, завершение беременности. Точка. Поэтому, ну, все рожали до нас и будут рожать после нас. Поэтому не нужно... И не надо это лечить. Совершенно верно. Не смотрите на роды, как на болезнь. Идите с радостью. Не стройте негативные планы заранее. Не настраивайтесь, что все будет плохо. В родах всякое бывает, но большинство рожает вполне спокойно, нормальные роды. То есть, и чего мы вам желаем. Поэтому всем, кто донашивает легких, спокойных родов и получения своих любимых желанных деток. Все, спасибо вам большое. Я уже вижу, да, завершается у нас. Все, до свидания. До свидания. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Да, до свидания.